Следующий проект, о котором хотелось бы поговорить, это уже не CMS, это отдельный аппликейшн сервер. Это всем известный в узких кругах ТАМКЭТ, производство, точнее разработка Apache Foundation, это яовский сервер на серверной стороне, веб-сервер, это GSP в качестве скриптового языка разработки бизнес-логики. Все это дело работает само в себе, позволяет сократить время разработки разработчикам, там все удобно, все красиво, позволяет делать такие большие объектные модели веб-страниц, предназначены для крупных не по количеству посещений, а по количеству бизнес-логики, для крупных проектов относительно бизнес-логики. И в этой системе довольно-таки много различного рода уязвимостей есть. Для начала чеки. Какие есть чеки? В локейшн админа находится слэш админ, слэш менеджер. Это два типа администраторских интерфейсов. Первый администратор системы, второй менеджер аппликейшн сервера. То есть там можно всякие аппликейшн добавлять, убивать, отслеживать их статистику и прочее-прочее. Пользователь по умолчанию админ, но здесь стоит заметить, что пользователь и пароль часто меняются в рамках этой системы. Слэш, все аддоны помещаются в корень, в слэш, но тоже может в любое другое место быть помещено. Когда вы сталкиваетесь с тамкетом, во-первых, стоит провести порт-скан и посмотреть, на каких портах висит администраторский интерфейс этого самого тамкета. Обычно он где-то после 8000, 8.0.8.0 и так далее. На 80-м порту исключительно доступ к аппликейшнам, то есть доступ к приложениям. Администраторский интерфейс висит на верхних портах и часто абсолютно не закрывается. Во-вторых, когда вы сталкиваетесь с тамкетом, стоит провести такую брутфорс-атаку по распространенным комбинациям логин и паролей. Из таких можно отметить тамкет-тамкет, то есть логин тамкет, пароль тамкет. Пасворд-пасворд, админ-пасворд-админ-админ, админ без пароля, тамкет без пароля. И далее берется любимый словарик и прогоняется по тем же самым пользователям. Из уязвимостей. Уязвимостей в тамкете довольно-таки много. Можете посмотреть на exploitDB по ключевому слову тамкет, увидеть там массу интереснейших примеров, в том числе и по эксплуатации этих самых уязвимостей. Одну из таких хотелось бы привести здесь. Это уязвимость, которая была в версии 6.0.18. Это UTF-8. Переход, выход за пределы директории посредством UTF-8 кодирования. Как вы знаете, выйти за пределы директории при обычном запросе нельзя. То есть все слэш, точка, точка слэш, они будут обрубаться веб-сервером на уровне гид-запроса. И выйти за пределы директории не получится. На веб-сервере ограничено документ-рут такой-то директории. Далее все запросы, которые присылает пользователь, будут считаться относительными относительно этой директории. Причем выйти наверх нельзя. Вот с помощью UTF-8 кодирования в данном случае, в случае с такой-то версией тамкетом, можно было выйти наверх и запросить файлы, находящиеся в другом месте относительно этой веб-директории. Мы передаем процент С0, процент АЕ, С0, АЕ, С0, АЕ. Это точка-точка. То есть выход наверх. С0, АЕ трактуется системой, которая отвечает за фильтрацию. Трактуется вполне нормально. То есть система, отвечающая за фильтрацию, не видит в этом ошибки. Передает дальше. С0, АЕ кодируется в две точки. В результате у нас получается вот такой путь. Точка-точка-точка-точка-точка. Всем известный стандартный выход за пределы директории. После того, как наш запрос прошел через систему фильтрации, он попадает в систему выдачи результатов уже вот-вот в таком виде. Далее идет fopen этого файла. Файл успешно открывается. И tc-pc, да, почему его не открыться, он там не имеется. И отдается пользователю. Причем считается со стороны сервера, что это абсолютно валидный запрос. И пользователь может выйти таким образом и получить любой файл, прочитать любой файл в целевой системе. Для того, чтобы не ограничиваться чисто техническими такими примерами, голословными, без всяких примеров, без чистой теории, хотелось бы рассказать об одном из инцидентов, который произошел с одним очень-очень известным сервисом Apache.org. О нем написано в интернете. Давайте кратко расскажу об этом инциденте. И как поломали Apache.org в свое время? 5 апреля 2010 года. На сайте Apache.org была инсталляция системы Jira. Jira — это ресурс менеджмент. Система такая большая, коммерческая, написанная на Яве. Ну, неважно абсолютно. Это система, которая используется на Apache.org для отслеживания тикетов, для отслеживания сообщений от пользователей, для отслеживания багов и для внутреннего оборота этих самых багов, для построения workflow, рабочего процесса. Однажды в Jira появился вот такой вот тикет с вот такой ссылкой. HTTP.tiny.url.com дали что-то тут. С просьбой рассмотреть данный баг, я вот встретился с этим багом, посмотрите, пожалуйста. Естественно, системные администраторы, которые сидели там в этой Jira, кликнули по этой ссылке, чтобы посмотреть, какой баг зарепортил пользователь. А в Jira была XSS-уязвимость, позволявшая угнать сессию пользователя. То есть простая XSS-уязвимость, которой не придают никакого повышенного внимания частенько. Благодаря этой XSS-уязвимости, напомню, что администраторы кликнули по этой ссылке, благодаря этой XSS-уязвимости злоумышленник получил сессию одного из администраторов. Далее он, получив сессию одного из администраторов, зашел под администраторским доступом в Jira. Далее он сделал следующее. Он изменил настройки одного из проектов, позволив там, создав там директорию, куда можно заливать файлы, залил туда в эту директорию backdoor, GSP backdoor, таким образом получил возможность выполнять код в рамках сервера Apache.org, одного из серверов, который отвечал за поддержание системы Jira. Злоумышленник получил возможность выполнять там код. Параллельно, но целью злоумышленника была соседняя машина, которая отвечала за систему контроля версий. Он хотел попасть туда. Напрямую он туда не попал. Получив доступ к уровню веб-сервера в системе Jira, он, во-первых, взял все логин-пароли из Jira, из базы данных. Параллельно запустил brute force-атаку на свою целевую машину, на систему контроля версий по SSH. На следующий день он пришел, brute force-атаку остановил, поскольку она ничего не дала, и использовал один из логинов и паролей одного из системных администраторов, который взял из базы данных Jira. То есть один из системных администраторов использовал один и тот же пароль и в Jira, и на SSH доступ на эту машину. Злоумышленник использовал этот пароль и попал спокойно на эту машину. Таким образом, как вы видите, здесь есть сразу три разных уязвимости. Первая уязвимость — это клиент-сайт XSS, который позволил угнать сессию. Вторая уязвимость — это разграничение прав, позволившее администратору, не администратору системы, не пользователю root внутри системы, не пользователю системному, а пользователю веб-части этой системы, позволило создать директорию, в которую можно было залить исполняемый файл и выполнить. Этого не должно было быть. Это вторая уязвимость. И третья уязвимость — административного характера. То, что работники, системные администраторы в данном случае, используют на двух разных сущностях одни и те же пароли. Совокупность всех этих трёх уязвимостей позволила злоумышленнику попасть на его целевую систему. На этом позвольте завершить наше восьмое занятие. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok